Онкологические болезни, увы, уже давно не редкость. По всеукраинской статистике, Одесский регион лидирует по количеству заболеваний и смертей от рака. В это же время Измаил демонстрирует негативные результаты в областном рейтинге. Причиной того, что пациенты игнорируют свой диагноз, называют расстояние. В городе нет специального оборудования, а до Одессы далеко. Но сейчас все может измениться. С этого месяца по инициативе главы Одесского областного совета Григория Диденко в Измаиле на базе Дунайской районной больницы заработал выездной консультативно-диагностический центр. Принимают пациентов ведущие врачи-онкологи Одесского областного онкодиспансера. Сегодня мы здесь видим реализацию уникального проекта по инициативе нашего представителя областного совета Григория Витальевича Диденко, депутатов от партии «Слуга народа». Такого нет в Украине. Вообще чекапов и бесплатно, то есть то, что раньше было в коммерческих структурах за счет исключительно государства, полное комплексное обследование, такого нигде нет в Украине. В чем еще уникальность этого проекта заключается в том, что здесь объединились, коллаборация произошла двух лечебных учреждений. С одной стороны, это Одесский областной онкологический диспансер, который усилил Дунайскую областную больницу и специалистами технологически. Это дало очень мощный такой инструмент для жителей этого края, для того, чтобы они могли не ехать за 300-200 километров от дома, а получить максимум услуг в плане онкологического обследования здесь. Этот центр включает в себя полную диагностику пациента по самым распространенным направлениям мамология, урология, гинекология и общая онкология. Стоит отметить, что консультации специалисты Одесского областного онкологического диспансера будут проводить по графику и на постоянной основе. У нас сегодня достаточно людей работает, врачей квалифицированных, которые могут обеспечивать выездные приемы здесь. Поэтому мы начали раз в две недели. Если будет на это спрос, то мы, конечно, усилим количество специалистов. С другой стороны, мы готовы готовить специалистов, которые здесь работают по специальности онкология, для того, чтобы они тоже работали бы в едином медицинском пространстве, в таком, да, чтобы у нас вот эта интеграция состоялась и могли бы вести прием наравне с нашими специалистами, ну, именно с специалистами областного онкологического диспансера. В первый день приема врачей на диагностику пришли почти 100 человек. Каждый из них заблаговременно записался к специалисту или получил направление от своего семейного врача. Часть людей обращалась с болью в животе, которая мучает их уже долгое время. Врачи-специалисты говорят, что именно это заставляет людей обращаться за помощью, когда терпеть боль нет сил, а медикаменты не помогают. Зачастую люди обращаются с жалобами на заболевания органов пищеварения к нам. Это в основном на первом месте это тошнота, диспепсия, рвота, боли в животе, вздутие. И, к сожалению, не все врачи обращают на это внимание и к нам пациенту поступают в запущенных состояниях. Главное, на что нужно обратить внимание, на то, чтобы пациенты вовремя обследовались, то есть назначать максимум их обследований. Тем более, что в настоящее время в Одесском онкодиспансере возможно бесплатное обследование. Это и колоноскопия, и гатоскопия. Все эти обследования, они выявят на ранних стадиях заболевания, и мы сможем их вовремя вылечить и выздороветь, и тем самым улучшить качество жизни. Это большая беда. Это очень большая беда. Своевременного обращения пациента в лечебное учреждение. Как правило, очень много ситуаций. Это третья, четвертая стадия. Больные обращаются. Больные обращаются на стадии, когда дискомфорт при глотании. Дискомфорт при глотании – это когда он уже не может есть, он голодный, он практически приходит истощенный. Таких ситуаций очень много. Треть всех пациентов пришли на консультацию к мамологу. Ведь не стоит забывать, что рак молочных желез является одним из самых распространенных среди женщин. Не надо забывать, что рак груди занимает по чистоте заболеваемости, по смертности одно из первых мест в структуре онкологических заболеваний. А в структуре женской смертности он занимает первое место. Поэтому из этой болезни уделяется такое внимание. И эта болезнь не просто медицинская, это болезнь социальная. И подумайте, за каждой женщиной стоит семья, стоят дети. И очень важно, чтобы мы могли своевременно все это выявить. Помимо того, что в Измаиле появился диагностический центр, свою работу начал и мобильный маммограф, который передает информацию про пациента на прямую врачу за считанные минуты. Жители Измаила рассказывают, что для них это большая радость, так как обследоваться нужно, но специального оборудования не было. То, что у нас это появилось, это замечательно. У нас был свой диспансер, и это очень людей поддерживало, у кого были такие проблемы. Поэтому лично я пришла, мне нужна просто профилактика. Я никогда, и у нас не было в городе, и мы никогда не проходили просто так маммографию. А для женщины это необходимо, причем независимо от возраста. Статистика ярко демонстрирует, что побороть онкологию возможно. Для этого нужно лишь регулярное обследование. Что для мужчин, что для женщин рекомендовано проходить консультации со специалистами каждый год, начиная с 35 лет.